Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Я уже успела снять мукбанг и сейчас скидываю его на компьютер. Ну а пока материал скидывается на компьютер, я предлагаю заняться чем-то полезным, не терять времени даром. В общем, косметика, которой я пользуюсь каждый день на постоянной основе, лежит вот в такой корзине. Я вам давненько ее показывала, это очень удобно, не надо искать каждое средство среди кучи вашей косметики, поэтому все необходимое на каждый день у меня лежит вот в этой корзине. Ее время от времени нужно разбирать, какие-то средства убирать, что-то добавлять, чтобы использовать все, что у меня есть в коллекции. Здесь у меня грязные кисти, которые обязательно нужно помыть, и грязные кисти не только здесь, но и у меня в комнате есть, поэтому сегодня мы их обязательно все помоем. Просто обожаю этот тон, это просто лучший тон, который я когда-либо пробовала, очень много блогеров его хвалили, и вот я его использую, я просто в восторге. Огромный объем, стоит не так дорого, классная штука. Я знаю, что я вас уже, наверное, задрала с этой палеткой, но для меня это достижение. Ой, сейчас открою, вам покажу. Посмотрите, я почти закончила эту палетку, буквально еще где-то месяц, и все, палетка пойдет в пустые баночки. У меня сейчас, знаете, такое настроение, хочется купить какую-то новую палетку, столько новинок вышло. Я не знаю, только мне так кажется, или вам тоже, раньше, мне кажется, такого изобилия косметики не было. Где-то лет 7 назад не было этих корейских каких-то брендов, турецких брендов. Там палетки я в инстаграме увидела, Top Face, очень крутое сочетание цветов. Я не знаю, найду ли я эти палетки у нас в городе, но если найду, обязательно куплю. И моя любимая, незаменимая туша Tessence, это тоже прям мой must-have. Как вы видите, здесь она грязная, не первой свежести, поэтому что делаем? Вытираем влажными салфетками. Я беру не просто влажную салфетку, а немножко промакиваю спиртом. Так все сходит гораздо быстрее. Кстати, этот органайзер я покупала в магазине наподобие фикс-прайса. Там все стоит по монату, и его тоже я купила всего за один монат, наверное, лет 5 назад. И вот с удовольствием уже пользуюсь где-то 5 лет, может даже больше. Теперь я протираю каждое средство и кладу в корзину. Вот эти, кстати, две палетки я, пожалуй, уберу в комод, потому что не так часто ими пользуюсь. Пока тут разбирала косметику, наткнулась на помаду, которую давненько хотела. Точно-точно такую я видела у Saadet в пятом оттенке. Я даже ее тестила, и мне она безумно понравилась. И смотрю, здесь она всего стоит 6 монат. Решила заказать. Но, как вы знаете, я на одной помаде остановиться не могу. И еще взяла вот этот оттенок. Называется Dark Pink. Надеюсь, что мне понравится. Еще одна давняя моя хотелка. Успокаивающий увлажняющий гель от Holika Holika. Решила тоже взять. Также давненько хочу себе палетку от Murphy. Какую именно, я еще не определилась. Ярких цветов у меня не так много, поэтому можно взять эту. Эта палетка стоит почти 60 монат. На самом деле, это не очень дорого. Но есть альтернативы намного дешевле и качество мне хуже. Поэтому я пока думаю. А вот и она. Просто это второй оттенок. То есть, вторая палетка. У них есть под номером 1. Она не розовенькая, а такая лавандовая. Очень красивая. Вот как только я ее найду, я ее обязательно куплю. Я искупалась, хотя я уже была с макияжем, потому что сегодня мы должны увидеться с Адет. Я уточнила у нее насчет помады. Она мне написала, что это помада номер 5. Я сделала заказ, купила пятую и еще какой-то номерок. Не совсем поняла какой, который мне понравился. И потом она уже доехала до дома, посмотрела на помаду и говорит, Айка, это не пятый номер, а оказывается пятнадцатый. И в общем, я промахнулась, но завтра во влоге мы с вами вместе посмотрим, что же мне придет и какой будет оттенок, подойдет ли он мне. Короче, затестим вместе, потому что завтра уже я могу забрать и, наверное, скорее всего, это и сделаю. Итак, слово за слово мы разговаривали. Если Адет говорит, так неохота дома сидеть, давай куда-то пойдем. Я ей всегда говорю и вообще у меня такой характер. Я люблю, когда меня предупреждают заранее. Не важно, это подруга, родственник, друг, кто угодно. Вот у меня определенно есть дела, которые я распределила на день. Например, сегодня я должна была купить задний план. Но так как подружка очень хочет погулять, и завтра и послезавтра у нее не получается, а мы с ней давненько уже не виделись, наверное, недельки две точно мы с ней не виделись. Поэтому я решила отменить все свои дела, решила заново искупаться, потому что сегодня утром я уже купалась. А все дело, знаете, в чем? Там, когда я снимаю мукбанки, я просто кучу лака выливаю себе на голову. И уже если я хочу переделать прическу, мне обязательно нужно помыть голову. А мыть голову с макияжем, понятное дело, невозможно. Поэтому лучше уже искупаться и заново сделать мейкап. А еще я хочу продемонстрировать вам, насколько я лентяйка. Я до сих пор не собрала свою постель. И, кстати, я теперь сплю исключительно в зале. Мне здесь очень удобно и комфортно. Я даже диван полностью не открываю. Вот так вот мне абсолютно достаточно. И теперь ваше самое любимое. Мой гардероб. Одеваемся вместе. Как вы меня захейтили за мой прошлый прикид на дне рождения. Но мне сейчас оно очень нравилось. То есть я как бы не жалею, что я была в этом. Посмотрим, что смогу сделать сегодня. Погода на улице топ. Посмотрите эти облака. Правда, на видео кажутся, они какие-то темные. На самом деле нет. Хотя нет, они темные. Ну, в общем, погода классная. Жарко на улице. Можно сильно тепло не одеваться. У меня так-то джинсы есть. Выбор достаточно большой. Но ни одни на мне нормально не сидят в талии. Они все мне большие. И выход, естественно, есть. Ремешок. Пожалуй, надену эти брюки. И зафиксирую все это дело вот этим ремешком. А вот этот топик, кстати, я ни разу не носила. Он мне немножко большой. Но сезон уже заканчивается. Пора его хоть раз выгулить. И на улице вообще такая погода. Кто в чем ходит? Кто в куртках? Кто в шортах? Поэтому я лучше надену вот этот кроп. И сверху жакет. Если будет прохладно, накину жакет. Если нет, можно быть в этом. И остановилась я, как всегда, на одном и том же. Решила надеть этот кроп. Вот так. Как вам? Мне очень нравится. Хотя бы в этот раз сумочка будет в тену. Классно, да? В этот раз тоже беру свою малышку. Что-то резко мне так чая захотелось. Еще после мукбанка остались мои любимые печеньки лавитто со вкусом малины. Очень-очень вкусные. Сейчас буду их хомячить с чаем. И уже потихоньку надо выходить. Потому что у меня еще машина грязная. Она еще и поцарапанная. В общем, поедем, ребятки, на друндулейте. Волосы у меня до сих пор мокрые. Поэтому, к сожалению, я их выпрямить не смогу. Но они у меня так и так от природы достаточно прямые. И слегка волнистые волосы. Мне в этом плане очень повезло. Они очень послушные. Когда я делаю кудри, у меня все держится. Когда упрямляю, тоже все шикарно держится. Я их редко, кстати, сушу. Обычно они у меня сохнут естественным способом. Неохота мне на это тратить время. Так что ничего страшного. Пойдем вот так вот. Хотя время у нас с вами есть. Мне надо быть там в 6. Но учитывая пробки, особенно в 5-6. Вообще в город заехать очень сложно. Там просто весь город стоит. Поэтому уходим пораньше. Я всегда стараюсь спускаться по лестнице. Посмотрите. Нам здесь стены побелили. Как красиво, аккуратненько. Просто у нас люди такие, знаете, невоспитанные. Начинают рисовать. Дети там пишут какие-то матерные слова. То есть непонятно, надолго ли это хватит. И подъезд весь покрасили заново. И вот я вижу потихоньку этажи тоже красят. Молодцы, конечно. Скорее всего, многие со мной не согласятся. Вот прям перед моими глазами порой бывает. Стоит мама, ждет лифт. И стоит ее сын. И вот сын вот так вот ногой рисует отпечаток своего кроссовка. На стене. И мама просто на это смотрит и улыбается. Типа ее сын балуется. И в такие моменты мама должна делать замечания. Не человек, который стоит посторонний, должен делать замечания. Мама сама. И порой это так жутко раздражает. И это не потому, что у меня нет детей. Это психология детей. Я, например, вижу детей своего брата. И они настолько воспитанные. Они знают, как себя вести, что где говорить. Я считаю, что это прежде всего упущение родителей. Моя куколка здесь. Кстати, первое, что я делаю, этому меня научила моя инструктор. Она говорит, как только ты садишься за руль, первое, что ты делаешь, пристегиваешься. И вот у меня уже рефлекс. Даже когда я в деревне вожу машину, первое, что я делаю, я пристегиваюсь. Не важно, 10 урок, 11. Как только я садилась, первое, что она мне говорила, ты забыла кое-что сделать. Я говорила, что? Она говорит, пристегнуться. И это уже привычка. И вот сидя не пристегнутой, мне уже как-то некомфортно, как-то необычно. Как будто я что-то не сделала. Поэтому пристегиваемся. Видите, какие у меня песни. Так, немного похвастушек. Мало того, что здесь было место на две машины, я уложилась в одну. Прям ровно. Ровно. И, кстати, не опоздала. Здесь такая крутая парковка. Правда, мест не так много. Но все же, место можно найти. Это я на четвертом этаже остановила машину. И очень удобно. Здесь прям торговая. Прям спускаешься две минуты, вот все гуляют уже во всю. Дальше уже я вам буду снимать, наверное, на телефон и озвучивать. Потому что, как вы видите, здесь очень-очень шумно. Я ожидала, что будут ужасные пробки, но ничего подобного. Видите, я даже на полчаса раньше пришла. Тут другой господин паркуется. Верь, 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 верь. Еще. Так получилось, что я приехала на полчаса раньше, а подруга опоздала на 40 минут. И у меня было очень много времени, которое я должна была как-то распределить. Кстати, это мой любимый паркинг. И находится он на торговой. Здесь настолько много места, что справится даже любой чайник и новичок. Когда мы виделись с Амирой, мы оставили машину в 28-м моле. И это, конечно, ужас просто. Места настолько мало. Еще плюс стоят такие бортики, чтобы не заехать на чужое место. И эти бортики, видимо, ставились с учетом Део Матиза. Было рассчитано, что у всех будут Матизы, и все точно поместятся там. Я уж молчу про то, что когда ты даешь назад, ты очень легко можешь врезаться в машину, которая стоит в другом ряду. В общем, целый квест. Очень жаль, я вам не показала эту парковку. Она просто шикарная. В следующий раз обязательно покажу. А сейчас мы с вами направляемся в Зару. Я, конечно, не хочу как старая бабка гундить и ныть по каждому поводу, но что мне не нравится в Заре. Вот, ребят, неужели настолько сложно погладить вещи, которые висят у вас на витрине? Вот даже эти брюки, я не стала все снимать. Мне эти брюки очень нравятся, но они не поглажены. Вы, возможно, подумаете, что я пришла в разгар скидок, поэтому здесь такой хаос. Но нет. Здесь хаос абсолютно всегда. А когда здесь скидки, такое ощущение, что ты зашел в секонд-хенд. Ну, ребят, я, конечно, все понимаю. Огромный поток клиентов и все дела. Но даже новая коллекция, она не поглажена. Даже маленькие шоурумы, где все стоит совершенно недорого, они находят время и отглаживают свои вещи. В общем, об этом можно говорить очень долго, но толку от этого ноль. Поэтому давайте рассмотрим вещи. Немного не мой стиль, но мне очень понравилась эта сумка. Смотрится очень женственно, красиво, нежно. И, по-моему, стоило что-то в районе 80 монат. Тетя постарела, и она уже не в тренде, я так понимаю. Много изделий здесь было с затертой кожей, типа под старину. Это длинный такой плащ, но также были косухи небольшие. И они тоже, кстати, были затерты до дыр. Вот такое ощущение, что этот плащ принадлежал раньше моему деду, и он около 30 лет носил его не снимая. А потом посмертно с него сняли этот плащ и привезли в Зару продавать. А вот это платье я бы с удовольствием бы купила. Просто сезон уже заканчивается, и, к сожалению, поносить я его уже не успею. Вот видео настолько не передает, но это платье тоже помято. И вообще такое ощущение, что ты находишься на свалке. Возможно, это просто мелочи, и я придираюсь. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к таким вещам. Любите ли вы, когда в магазине мерчендайзинг на уровне, и все эстетично, красиво, аккуратно, или вам все равно? Мне понравилась эта рубашка, и, кстати, вот смотрите, на полу валяется футболка, не отвлекаемся, все внимание на моей рубашке, которую я вам демонстрирую. Мне она понравилась, я ее выложила в Инстаграм, вам тоже понравилось, вы заценили, большинство проголосовало, что обязательно нужно брать. Отправила маме, маме не понравилось, потом отправила брату, брат сказал, что супер, бери обязательно. В общем, общим консилиумом я поняла, что брать все-таки стоит. Вообще, во всех моментах нужно искать положительные стороны. Вот у меня подруга опоздала на 40 минут, и я абсолютно не теряла времени даром. Я тут мерила, смотрела, хотя я совершенно не планировала ничего покупать. Я нашла то, что мне нужно, поэтому я не люблю терять время даром. Я всегда стараюсь либо что-то монтировать, либо в аналитике там посидеть, поотвечать на комментарии. В общем, каждая минутка должна быть использована обязательно с пользой. Кто смотрит меня с прошлого года, те, наверное, в курсе. В прошлом году в это же время, по-моему, плюс-минус, я купила себе два новых пальто. В этом году я хотела купить себе косуху. Вот такой вариант есть, но она изначально мне большая, я в ней просто плаваю. И она тоже, кстати, с затертостями. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такой фасончик. И, возможно, я просто придираюсь, и я просто не в тренде, и все дела. Это, кстати, размерчик M, и, понятное дело, я в ней просто плаваю. S-ки, X-S-ки не было на витрине. Я спросила у консультанта, и они мне сказали, что если на витрине нет, значит, вообще просто они закончились. Но если бы даже был бы X-S, навряд ли бы я ее купила. Как-то мне не очень нравится. Предыдущий вариант мне понравился куда больше. И, кстати, у нее было две расцветки, розовая и серая. Я подумала, что розовую очень сложно будет сочетать с чем-то. Кстати, камера передает оттенок розового не совсем правильно. Цвет чуть-чуть поярче, чем вам кажется на видео. Поэтому мой выбор остановился все-таки на сером. Оказывается, у черной сумки есть еще вот такие расцветки. Стоят эти сумки 79 монат. Смотрится неплохо. Вот эта вот кремовая мне нравится гораздо больше, чем белая. Белый цвет именно эту модель сумки немного дешевит. Я вам не сняла, но была еще немножко такая, знаете, баклажановая. Вот она смотрелась очень дорого и круто. Я бы взяла либо черную, либо, наверное, бежевую. Ну, а если честно, прям вот супер не покорили меня эти сумки. Поэтому брать не стала. И, кстати, были еще вот такие косухи без затертости. Смотрелась гораздо лучше, на мой взгляд, опять же. И опять, к сожалению, не было маленьких размеров. M и выше. XL был, L был, M. Возможно, если бы был бы XS, я бы с удовольствием померила и купила бы себе. Потому что очень давно хочу себе классную косуху, но нигде не могу найти. Хотя, может, и модель такая все носят, Oversize. Но мне бы хотелось, чтобы она была более-менее приталена. Ой, как мне нравятся такие юбки наподобие школьных. Я их просто обожаю. И обожаю прям со школьных времен. Это очень хорошего качества. Но, к сожалению, она набедренная. А я люблю подобные юбки, которые носятся прям на талии. Желательно высокой талии. И к такой юбке я бы обязательно взяла вот эту блузочку. Она мне тоже очень понравилась. Смотрелась нежно, тоже помятая. Но мы уже с вами привыкли. Мы уже с вами с иммунитетом. Ничего страшного. Блузка классная. Я хотела эти две вещицы померить и показать вам. И, возможно, если мне понравилось, покупить. Но, к сожалению, уже написала моя подруга, что она уже доходит. И чтобы она меня не ждала, я уже купила все, что хотела. И вышла из магазина. С подругой у нас, видимо, очень много общего. Она сказала, давай не будем терять время. Ты уже найди место, где можно сесть. Уже сядь, что-то закажи. А я потихоньку приду уже туда. Заведений здесь, конечно, уйма. И везде очень много народу. И я решила пойти в Паул. Здесь атмосферу я не очень люблю. И пока ждала подругу, я уже передумала. Решила, что нет, лучше не сюда. Пойдем в какое-то другое место. Более уютное, теплое, какое-то родное. Поэтому собрала монатки и ушла отсюда. Что касается цен, на мой взгляд, на торговые плюс-минус во всех заведениях почти одинаковые цены. Поэтому заморачиваться по этому поводу не стоит. Или, возможно, я не обращаю внимания. Но мне почему-то кажется, что везде там плюс-минус одинаковая цена. А это моя подруга Саадет. Я вам много про нее рассказывала. Она учительница под влогом. Кстати, где мы с Самирой. Было очень много комментариев. Типа, где Саадет? С ней все замечательно. Мы с ней общаемся, видимся. Но просто не всегда я снимаю влоги и это демонстрирую вам. Так что учитывайте этот момент. А так у нас все замечательно. За 6 лет нашего общения, вот хотите верьте, хотите нет, но ни разу мы с ней не ругались. В этот раз я решила заказать необычную пасту. И она была, если честно, не очень вкусная. Слишком много было томата. Саада отвезла себе вот такой ролл. Вы, наверное, скажете, это же обычная шаурма. Нет, он назывался именно ролл. Выглядел очень аппетитно и интересно. Обычно я не очень люблю экспериментировать и беру везде всегда Цезарь. Но в этот раз я решила попробовать что-то новенькое. Если честно, я съела абсолютно все. Это заведение, кстати, Шекспир. В пасте также присутствовали маслины. Это было для меня необычное сочетание. Никогда не кушала пасту именно с маслинами. Много было сыра, но это для меня лично большой плюс. Единственный минус, который я могу отметить, слишком много было помидоров. И немножко даже горчило. Такое ощущение было, что еще добавили томатную пасту. Не критично, не плохо, но больше я к вам не приду. А, кстати, Саадат взяла с собой как раз-таки две эти помады, которые мне настолько понравились. Одна в номере 07 и другая в оттенке 15. И как оказалось, я заказала совершенно другие помады. Но потом я посмотрела на палитру и поняла, что 15 оттенок. От пятого не сильно отличаются. То есть они очень похожи по консистенции, по внешнему виду. Вообще, как я поняла, у этой линейки все оттенки очень крутые. И я смотрела одного блогера, который снимала распаковку и сводчи на своих губах. И она показывала шиммерные оттенки и говорила, зачем нужны эти шиммерные помады, для кого они. Так вот, для меня я их еще нигде не могу найти. Мы сидели на террасе, но когда уже закрыли счет, мы зашли внутрь и увидели стенд с такими классными вкусняшками, сладостями. Жалко, мы это увидели только когда уже закончили кушать. Вообще, я люблю, когда наглядно видно, что ты заказал и в каком виде тебе это придет. Я, конечно, понимаю, что сейчас уже не актуальное меню с фотографиями. И это считается типа прошлый век. Но я настолько люблю этот каталожный вид. И вот ты листаешь и понимаешь плюс-минус, что тебе именно придет. А это уже я оплатила парковку и поднимаюсь наверх. Несмотря на то, что уже вечер, на улице не похолодало. И вот в таком кропе было абсолютно не холодно. Даже я бы сказала жарко. Очень круто посидели. Кому интересно насчет парковки, я знаю, что меня смотрят из разных стран. И, возможно, вам интересно узнать, сколько же у нас стоит парковка. Моя машина побыла здесь в паркинге 3 часа. И мне пришлось заплатить 3 моната. Максимум можно оставить на 24 часа. И нужно будет заплатить 12 монат. Но мне кажется, в основном все где-то около 4 часов оставляют. А кто собирается оставить надолго, паркуются, мне кажется, не здесь. Так, я уже дома. Давайте поближе вам покажу. Материал чем-то напоминает кашемер. Здесь вот такие кнопочки серебряного цвета. И внутри вот так вот здесь кармашки. Размер я взяла самый маленький XS. Я вам показывала, там еще были розовые. Но розовые, я подумала, сложно будет сочетать с чем-то. Поэтому я остановилась на таком цвете. Мне очень нравится. Прям вот безумно нравится. Очень крутая покупка, на мой взгляд. Буду с удовольствием носить. Вот здесь тоже такие кнопочки. Короче, я довольная. Прям вот думаю, где-то через недельку, может дней через 10, уже можно носить. Он хочет выйти. И как только его выпускаешь, он идет к лифту. Вот я не знаю, что делать с ним. Дурачок, нельзя в подъезд, ты же потеряешься. Потом, где мы найдем такого котика? Я уже пойду, мои хорошие, смывать макияж, монтировать это видео. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. В последнее время во мне очень много мотивации. Это все твиксик. Не обращаем внимания. Фокус внимания на мне. Спасибо огромное вам за подписки. И вы знаете, меня всегда демотивирует один момент. Казалось бы, мелочь. Я вот всегда думаю, блин, кому будет смотреть, кому будет интересно смотреть на это или на то. И вот я недавно смотрю своего любимого блогера. И вот честно, мне все равно, что она снимает. Мне интересен абсолютно любой момент из ее жизни. И когда ее долго нет на YouTube, я действительно по ней скучаю. Поэтому я поняла, что снимать надо абсолютно все. А вы уже дальше решите, стоит это смотреть или нет. На этом все. С вами Блайка Эмили. Берегите себя. Пока!